Бизнес, инвестиции, бюджет, прибыль. Программа «Экономика». В студии Мария Кожевникова. Здравствуйте. На ремонт Победилова предлагают выделить дополнительные 66 миллионов. Появились новые предложения по улучшению Кировского аэропорта. Их направят депутатам. Обойдутся работы в 66 миллионов рублей, рассказал во время рабочего выезда депутатов ЗАГС Собрания в Победилово. Зампред областного правительства Алексей Жердев. По его словам, при вскрытии полов стала очевидна необходимость в дополнительных работах. Также возник вопрос по замене стекол фасада. Напомню, недавно в здании Кировского аэропорта начался ремонт. Здание хотят привести в порядок, увеличить его пропускную способность и сделать комфортным для пассажиров. Например, стало также известно, что там должен появиться ресторан на 50 посадочных мест. А сейчас ведутся переговоры с рестораторами. На ремонт автобокзала в Кирове необходимо 60 миллионов. Такую сумму назвал зампред правительства Кировской области Алексей Жердев. Слова его передают бизнес-новости в Кирове. Цитирую. «Мы с министром и с нашими дорожниками проработали вопрос по ремонту. При наличии финансирования готовы автовокзал полностью со всей прилегающей территории до июня привести в хорошее состояние». Конец цитаты. На автовокзале хотят сделать ремонт внутри здания, снаружи, на перроне, обустроить новые подъездные пути, тротуары, освещение. В эфире «Экономика». Рабочим в Кировской области стали предлагать на 10 тысяч больше. Растет зарплата, которую предлагают работодатели вместе с числом вакансий. По данным на сентябрь, число вакантных мест для рабочего персонала на 67% больше, чем год назад. При этом количество резюме стало на 4% меньше. На профессиональную сферу рабочий персонал в регионе приходится 26% вакансий. Это самая востребованная у бизнеса категория соискателей. В борьбе за квалифицированных специалистов работодатели поднимают зарплаты и улучшают условия труда. Так, если в сентябре прошлого года средняя предлагаемая зарплата в сфере рабочий персонал составляла 40 500 рублей, то сейчас уже 51 тысячу, отмечают специалисты службы исследований Headhunter. При этом рынок труда меняется, появляются новые специальности и даже отрасли. Например, оператор беспилотных авиационных систем или оператор трехмерной печати. Мария Кожевникова, Новости экономики в Кирове. Программа «Экономика».